Давайте посмотрим на некоторые материалы, которые на сайте есть. С точки зрения формулировок заголовков, все вполне себе хорошо. У нас соблюдается агентский стиль, у нас есть субъект действия, у нас есть кто что сделал. И из заголовков понятна тематика, что меня ждет за ссылкой, в которую я кликну. Давайте посмотрим, иногда бывает, что вылетают за дизайнерские стандарты. Заголовок слишком большой, и так как в дизайне в данном случае не предусмотрено 3 строчки, то подавился макаронами и у нас потерялось слово. Но вот посмотрим, у нас здесь 6 комментариев, чуть больше, чем обычно. Посмотрим, как у нас устроена внутри новость. Вот посмотрите, у нас экран, я кликнула, я выразила интерес именно к новости. Каким образом редакция мне предоставляет эту новость? Она мне показывает абсолютно всю ту же обвязку, которая занимает 3 четверти всего экрана. И, собственно, то, чем я заинтересовалась, я заинтересовалась именно обвинением помощнику воспитателя. Вот тому, что мне интересно, вот выделено только вот это вот место. К сожалению, когда дизайнеры и программеры делают информационные порталы, они очень часто про это забывают. Они делают фактически два шаблона, то есть вот эту вот обвязку и некую середину, в которую впихивается, собственно, редакционный материал. Вот здесь я бы поставила минус дизайнеру, тем более, что появляется на внутренней стороне, появляется дополнительный баннер, который еще ниже опускает тот контент, ради которого я пришла на эту страницу. Все-таки, если я уже нахожусь на внутренней, если я каким-то образом сюда пришла, эта внутренняя, эта история должна быть для меня самой главной, самой центральной на этой странице. Вот, смотрите, у нас есть заголовок, и он опять дублируется в картинке. У нас откуда-то прилетела здесь цитата, да, которая вот, она обрывается, непонятно, что там с ней делать, куда кликнуть, нет, больше там эту цитату мы дальше не увидим. То есть, по большому счету, да, вот мы смотрим первый экран, смотрим чуть, там, полтора экрана, и дальше по новости нам еще ничего нового не рассказали. Я это прочитала там на главной странице, или я это прочитала в сниппете в социальной сети, если мне прислали там эту ссылочку. То есть, мне нужно промотать очень, ну, так, значительную часть новости, чтобы, собственно, узнать подробности, ради которых я пришла на эту, на эту тему. Большой-большой плюс увязка, ссылочки на предыдущую историю, да, то есть, как эта история развивалась. Это очень важно, и большой респект уважуха журналистам, либо редакторам, которые это дело размечают. Странно очень выглядят новости, которые рассказывают нам про то, как дело или там ситуация развивается, но при этом нет ссылок на то, как эта ситуация начиналась. Совершенно не факт, что люди отслеживают все-все-все материалы по этой тематике. Это вот прям большой плюс. Крупный достаточно шрифт. Странно, почему на главной странице так замельчили, потому что внутри вполне себе читабельный и заметный шрифт. И дальше еще один большой плюс – это увязка материалов по ключевым рубрикам тоже не часто встречается в региональных информационных сайтах. Вот такая системная увязка, системная разметка материалов. Здесь тоже очень большой плюс. Мы видим темы и мы видим материалы, которые связаны именно с темой детей, жизнью в городе и со смертью. Ну уж так получилось, что мы эту страничку выбрали. Полезная, полезная, очень полезная штука. Увязка в трех форматах, которые здесь присутствуют. Это ссылки внутри, это блок рядом и блок вот здесь вот, кроме того, мы писали. И призыв обсудить эту тему безопасности детей на форуме. Вот видно, что редакция думает, экспериментирует, каким образом связывать людей и не бросать их буквально на одном материале, на одной страничке. Это то, за что прям про город 43 стоит похвалить и дать ему медальку. Но вот если мы говорим про рекламные баннеры, то вот эти баннеры точно так же включаются в историю с баннерами с слепотой. И так как хорошо оформлена информационная часть, то мы уже не замечаем то, что у нас здесь сбоку, справа оно потерялось. Я хочу обратить ваше внимание на одну находку. Не знаю, специально она сделана, либо не специально, но выглядит как раз очень связанно. И если это специальная история, то, наверное, тоже медальку стоит дать. Вот смотрите, у нас есть тема ДТП и вполне посещаемая себе рубрика на всех региональных сайтах, тема ДТП кликабельна. Обратите внимание на вот этот вот баннер. То есть если вы заходите на ДТПшные новости, вам высвечивается баннер на права «Обучись онлайн, запишись». Во-первых, очень просто, крупно, без особых там изысков, с побудительными глаголами. Если кто-то является целевой группой и собирается получать права, он эту историю заметит. Это очень хорошая связанная история, когда баннер, он тематически связан с контентом, с основной тематикой журналистского материала. Однако не всегда этот баннер привязан именно к этому материалу, поэтому мне кажется, что все-таки это так повезло связано быть, потому что если несколько раз обновить страницу, мы видим совершенно другой баннер, совершенно другой тематики. Видимо, они там просто в ротации стоят, но вот когда права ДТП, автомобильная тема и автомобильная реклама сочетается, она гораздо проще и связаннее воспринимается, чем когда это просто набор баннеров вокруг любого материала.